добрый день дорогие друзья вынужден записать продолжение к двум сериям киноэппе про конвей про новый потому как все должно быть но на мой взгляд по чесноку и как бы правильно людям свойственно конечно же ошибаться в том числе и мне но ошибка это ли нет давайте я оставлю право рассудить вам мои дорогие подписчики вот мы имеем такую батарейку которую мне только что привезли она обсушая была в каждую банку я залил по 200 по 220 миллилитров дистиллированной воды можете себе представить вот такие параметры были на моем конвее когда я эту батарею принял и батарейка отстоялась буквально 15 минут давайте сделаем несколько замеров для чистоты эксперимента мне привезли еще один конвей тоже 600 но более свежий с более свежей прошивкой чем у меня и давайте сверим показатели о бочки приехал клиент приехал клиент за своим аккумулятором давайте я сейчас ему отдам и продолжим наш ролик да нет такие люди нам позарез нужны и так продолжим друзья немножко сбили меня конечно смысле спонтовых ну попробую опять довести свою мысль до вас значит если кто смотрел предыдущие мои ролики по поводу вот этого 6 870 канвея ситуация довольно таки спорная и мое субъективное мнение было все-таки на стороне моего старого канвея шестьсот для более обиде большие объективности попросил у товарища 600 канвей с более свежей прошивкой и давайте мы сделаем с ними показатели я согласен что там пишут это показометр да это показометр это ну это не точный прибор который можно каким-то образом калибровать на каком-то оборудовании выводить более точные показатели но с этим прибором с таким прибором жизнь аккумулятор . гораздо облегчилась то есть она стала проще в том плане что эти приборы позволяют определять годные негодные батареи с точностью мы будем так говорить практически до миллиметра и как бы там не хаяли эти приборы смотрел на канале коллеги сравнение вот этого шестьсот пятьдесятого конвоя с пиздодельным прибором который мне стоит ну наверно в пять раз дороже моей всей моей жизни вместе с гаражом и тот приборчик то есть и судить объектива он показал объективно он-то показывал показатели выше чем у 650 конвей а это в нашей работе будем так говорить в этом больше вреда чем пользы пусть прибор показывает чуть ниже и из более низких показателей если мы стараемся подтянуть батарею ну будем так говорить это и для клиента лучше и для аккумулятор потому как если прибор показывает да у нас все заебись а у клиента шари по как две паяльные вампы блин как заебись если у нас это батарея не крутит мы берем другой прибор более объективность более низкими показателями и видим проблему а если прибор показывает что у нас все пихо в пиху но это уже не в пихо в пиху так что-то я заговорился запиздился давайте сделаем замер сначала в начале моим для объективности моим кунвей м если у кого-то есть ручка листок бумаги а приди на что будем обращать внимание в первую очередь нас процент посоху на пусковой ток и блять на рации сопротивления давайте постараемся запоминать я записывать ничего не буду конец рабочего дня и хочу записать очень короткий ролик на ваш суд дорогие друзья можете закидать меня камнями там всем чем угодно но не сильно потому что меня я люблю банить ебанить так мой конвей показывает после заливки воды 49 процентов посоху 98 заряд 387 ампер пусковой ток 715 сопротивление и 1335 нере c мерим более свежим конвей с более свежей прошивкой 600 почти mercedes но китайский отличие конечно есть так какие мягенькие кнопочки ухты подать видим 68 процентов посоху сопротивление 730 33 378 ампер 1332 вольтика полной рецепт и берем наш солидный старшеклассник мерим давайте мерим им вне салона обычная в одной руке то и вот не так удобно держать 550 67 ближе к 600 аму к новому правильно сопротивление 782 373 ампер и 1339 по вольтажу ну что друзья честно говоря башка у меня дымит задымело пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и а я буду подсчитывать очки баллы какой конвейный берет у нас больше баллов друзья доводы доводы за против и все прочее постараюсь учесть вашим и сделаю вывод каким конвейом какой конвей употреблять дальше своей работе может я что-то упустил может до чего-то я не доезжаю не во что-то не въезжаю не втягиваюсь блять но друзья кто заряжал кто заряжает аккумуляторы в больших количествах сами должны понимать что к вечеру башка конечно дымит блять с ушей дымок так и подпыхивает всем добра удачи здоровья друзья берегите свои батарейки сильно меня не хайте не это боза баню пока пока